МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Екатерина Дубровина. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях Пушкинского. Смотрите сегодня в выпуске. За президента в округе продолжают собирать подписи в поддержку Владимира Путина. Как правильно окунаться в прорубь? В Пушкинском готовятся к православному празднику. Прощай, Старый Новый год! Творческие многодетные семьи провели праздник для жителей Пушкина. Об этих и других событиях в нашей информационной программе новости Большого округа. Желающих выразить свою позицию и поставить подпись в поддержку действующего президента по-прежнему много. Гражданский долг выполнили ветераны боевых действий, а также члены общественных палат Ивантеевки и Московской области. В округе продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах. В Ивантеевке в торговом центре «Гагарин» по адресу Советский проспект 2А сегодня свою позицию пришли выразить ветераны боевых действий, а также представители общественных палат города и области. Нам нужен мудрый, спокойный, выдержанный. Я верю в то, что эти победы, которые уже пришлись на нашу нацию, они не случайны. Почему? Потому что у нас во главе нашей всей многонациональной России стоит Владимир Владимирович Путин. Выборы президента Российской Федерации состоятся уже в этом году, с 15 по 17 марта. Для регистрации кандидатам на выборах, действующему главе государства, нужно собрать 300 тысяч подписей. На сегодняшний день лично я не вижу альтернативы Владимиру Владимировичу Путину, потому что это тот человек, как я думаю, которому доверяет основная масса населения нашей страны. Правильно все оформить помогают волонтеры. Чтобы поставить подпись в поддержку действующего президента, жителям необходимо прийти с паспортом и самим указать свои данные в подписном листе. Пункты сбора подписей работают с 11 до 14 часов. Больше 20 лет он находится у нас как и гарант Конституции, и верховный главнокомандующий. Вот за будет уже два года, как проходит специальная военная операция, и за этот короткий срок, как сказать, в родную гавань вернулись исконно русские, российские регионы, города и самое главное – жители. В городе Пушкино точка сбора подписей за действующего президента находится в торговом комплексе «Пушкинский» по адресу улицы Тургенева, 1. Людмила Ермакова, Александр Корнеев, Анна Белова, Мария Голвачева. Новости Большого округа. Крещение Господне отметят православные верующие уже в пятницу, 19 ноября. Сильных морозов ожидать не стоит, обещают синоптики, а потому окунаться в прорубь должно быть комфортно. Крещенские купания пройдут в Пушкинском в ночь с 18 на 19 января. Окунуться в источник с освещенной водой смогут все желающие в Муранове, улица Барская Поляна, святой источник Казанской иконы Божьей Матери, и на реке Уче, улица Центральная, 51, в районе родника Ивушка, микрорайон Мамонтовка. Рядом с местами для купания оборудуют раздевалки, пункты обогрева и туалет. На месте будут дежурить спасатели, медики, полицейские, пожарные и сотрудники ГИБДД – всего более 40 человек. В проруби необходимо быть всего несколько секунд. Затем нужно надеть халат и пойти в тёплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с мёдом. Напоминаем, что по правилам безопасности окунаться необходимо только под контролем сотрудников МЧС и медиков. Именно они спасут жизнь, если что-то пойдёт не так. Помимо этого запрещено нырять со льда, купаться в состоянии алкогольного опьянения, погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъезжать к купели на автотранспорте. Уважаемые жители, просим вас соблюдать правила безопасности и совершать купание только в установленных местах. Необдуманные действия могут стать причиной трагедии. Единый телефон пожарных и спасателей – 112. Многодетную семью участника СВО с наступившими праздниками поздравил депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Он привёз подарки в рамках акции «Ёлка желаний». В рамках акции «Ёлка желаний» при поддержке депутата Госдумы Сергея Пахомова депутат Мособлдумы Михаил Ждан приехал в Софрино, чтобы поздравить детей из многодетной семьи участника специальной военной операции с наступившими праздниками. Уже в наступившем 2024 году мы с Сергеем Александровичем Пахомом в роли Деда Мороза посетили семью военнослужащего, который проходит службу в зоне СВО, проводит важную для нас работу. У него четверо детей, замечательные детишки. Мы вручили им подарки от Деда Мороза. Много эмоций, как всегда, ребята довольны. Мы желаем им, конечно, хорошо учиться, слушаться своих родителей. Скорейшего возвращения домой. Супруга может всегда рассчитывать на поддержку местного отделения. По любым вопросам мы всегда включены в эту работу и будем, как и прежде, помогать. Мальчикам Михаил Ждан вручил роботов, девочкам – развивающие игры, а самой маленькой – куклу. Семья участника специальной военной операции поблагодарила Михаила Ждана за подарки и поздравления. Акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля. Хотелось бы сказать большое спасибо Михаилу, что приехал к нашей семье, поздравил наших детей. Огромное спасибо за это. Также хотелось бы сказать то, что наше государство и органы власти не забывают многодетных семей, семей военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глайзер, новости Большого округа. Творческие и многодетные семьи округа также весело и задорно проводили Старый Новый год. В гости к маленьким жителям Пушкина приехали Дед Мороз, Снегурочка, Тигруля, Конь Юлий, Кот Леопольд и даже сама Баба Яга. Как прошел праздник, расскажет Евгения Коломеец. Вместе со Снегурочкой, Дедом Морозом и разными сказочными персонажами дети проводили Старый Новый год. Праздник организовали во дворе рядом с Центром гармонии творчества на западной стороне Пушкина. В прошлом году на этой же площадке творческие и многодетные семьи отмечали Масленицу. Детей было много. Поэтому решили снова провести праздник во дворе. Решили на Старый Новый год проводить, поскольку в декабре не получилось провести Новый год. Было очень много елок, было мероприятие. Решили провести свое. Там давно не проводили. В этом дворе, потому что дети нас уже знают, приходят нам в гости. И Старый Новый год решили отметить на площадке, в дворе, с играми, с плясками, с Дедушкой Морозом. Мы не можем без помощи администрации, это однозначно. Потому что надо согласовывать такие мероприятия, поддержку, поручение. Помог организовать праздник Пушкинский музыкально-драматический театр. Его артисты вместе с волонтерами культуры создавали сказочную атмосферу и веселили детей. Еще один друг-помощник творческих многодетных семей – Жео Пушкина. Утром управляющая компания почистила всю площадку. С детьми танцевали, знакомили с зимними забавами, а также водили хоровод. Кроме того, для всех приготовили сладкие угощения и горячий чай, чтобы можно было в перерыве между играми согреться. Организовали и тематические фото-зоны. Рядом с ними дерево с фотографиями. Здесь можно было проголосовать за участника конкурса «Я и мой снеговик». Его итоги подведут 18 января. Круто. Классно. Что понравилось, расскажите. Как мы танцевали с Дедом Морозом. А мне все. Со мной были друзья, потому что был Дед Мороз. Кто запомнился, кто понравился больше всех? Тигр. И как вам праздник? Отличный. Классный. Так, вам что понравилось? Мне Дедушка Мороз и Снегурочка. Почему? Потому что они красивые и волшебники. А что, мне понравилось? Да, понравилось. О, хорошо. Даже тепло. В конце праздника все дети получили подарки. Также напомнили ребятам и о важности соблюдения правил безопасности. Сотрудник МЧС раздал детям листовки. Евгения Коломицы, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. А теперь о погоде. Как мы уже рассказали, в четверг, 18 января, сильных морозов ожидать не стоит. Днем температура воздуха составит около минус 10 градусов. К ночи поднимется до минус 2. Также синоптики обещают сильный снегопад. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. Во Вконтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал. Новости Большого округа. И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей.